Экологический контроль и безопасность воздействия ППЗРО на окружающую среду в Новоуральском городском округе. Это основная тема круглого стола с общественностью, который провел национальный оператор по обращению с РАУ в музейно-выставочном центре. Напомним, безопасность на первом в России ППЗРО обеспечивается за счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров. Презентация отчета по экологической безопасности национального оператора по обращению с РАУ за 2021 год прошла для представителей экспертного сообщества, общественности и средств массовой информации в музейно-выставочном центре. Мероприятие состоялось в смешанном очно-заочном формате. Основной доклад представила начальник отдела оценки воздействия на окружающую среду Департамента лицензирования и разрешительной деятельности в ГУП НОРАУ Екатерина Кротова. В выступлении она сосредоточилась на вопросах, касающихся структуры и логики отчета, особенностях организации на предприятии системы экологического менеджмента. Особо было отмечено, что за отчетный период 2021 года нарушений нормативов и предельно допустимых значений показателей воздействия по всем действующим и строящимся объектам национального оператора допущено не было. Все воздействия оказываны на окружающую среду в рамках допустимых нормативов, ведется мониторинг, все в обычном порядке. О воздействии пункта финальной изоляции РАУ на окружающую среду Новоуральского городского округа рассказал начальник отдела ядерной радиационной промышленной безопасности и охраны труда филиала Новоуральский национального оператора Владимир Новоселов. После докладов участники круглого стола обсудили широкий круг вопросов, касающихся деятельности предприятия и планы коммуникационных мероприятий в регионе на предстоящий период. Отметим, что и в период ковидных ограничений были проведены несколько больших тех туров на объект в Новоуральске. Как и в прошлые годы мы представляем итоги нашей работы и их влияние на окружающую среду. Это все содержится в отчете, этот отчет опубликован, издан в печатной версии, его всегда можно найти на сайте национального оператора, как и в прошлые отчеты. Мы в марте получили лицензию на эксплуатацию второй очереди хранилища, в мае мы фактически приступили к загрузке второй очереди хранилища, хотя по сути открыли эту загрузку в апреле. В апреле же мы проводили здесь технические туры для представителей общественности и журналистов на объект для того, чтобы показать, каким образом будет проводиться эксплуатация. Показали мы всю технологическую цепочку перемещения упаковок с радиоактивными отходами, которые привозятся на объект. Что касается международного обмена опытом, в апреле этого года Новоуральск стал площадкой, которую посетила делегация Республики Беларусь. Ее возглавил заместитель министра энергетики дружественного государства Михаил Михадюк. С нами приехали наша наука, Академия наук, приехал наш проектный институт, регулятор министерства и атомная станция, которая будет являться основным поставщиком радиоактивных отходов для того, чтобы комплексно посмотреть, оценить, выбрать лучшие технологии и найти уже подходы и подготовить некую дорожную карту тех работ, которые надо выполнить. Вот с момента, как говорится, задумки до реализации проекта. Такой подход у нас был, когда мы начинали атомную станцию. У нас такой план был сделан вместе с российской стороной, мы его организуем. А новоуральская общественность будет и впредь держать руку на пульсе и участвовать в технических турах и заборе проб на ВПЗРО. Это очень современная работа, современные меры, которые принимаются национальным оператором. Новоуральск не остался в стороне от российских забот по обеспечению экологической безопасности. Мы находимся на острие этой работы, и поэтому работа национального оператора с совместными нашими представителями города Новоуральска, с администрацией, с руководством ОХК, это очень нужная работа, важная, своевременная. Эта работа является уже такой традиционной, многолетней, можно сказать. Я благодарен, конечно, своим коллегам Юрию Даниловичу Калмакову, Воронцову Анатолию Константиновичу, которые в нее полностью погрузились. И как раз очень большой эффект от их работы заключается не в том, что они участвуют, а в том, что они получают необходимые знания, получают необходимые сведения о том, что происходит. И мы эту информацию доводим уже до членов общественной палаты. Члены общественной палаты распространяют ее дальше. Это новые сооружения, в первую очередь, а потом и вторая, особенно, совершенно большой качественный скачок в отношении технологии захоронения и безопасности радиоактивных отходов. Национальный оператор выбрал совершенно правильный путь. Он использовал в своей работе передовой опыт финальной изоляции радиоактивных отходов. То есть такой опыт, который позволяет действительно на сотни лет захоронить отходы средней и малой активности и дать возможность жителям жить спокойно. Мария Антонова, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.